Приветствую вас! Кстати, по общему впечатлению от вашего текста, у меня сложилось ощущение, с одной стороны, проблем с мотивацией, с другой стороны, и я подчислил от вас такой довольно непрессивный заряд. То есть вы создаете впечатление для человека, который склонен обесценивать себя. Вы создаете впечатление для человека, который склонен думать, что он как-то, может быть, хуже, чем другие в чем-то, и вы также не уверены в себе. И очевидно, что вы не позволяете себе этого. Вы не допускаете для себя возможности того, что у вас действительно проблема. То есть, то, что вы описываете, вне зависимости от того, это, например, симптом медицинских нарушений, или это симптом психологических проблем, вне зависимости от этого, вы эти проблемы у себя не принимаете. То есть вы говорите, я маю дурью, но при этом вы страдаете признаками пищевого нарушения, что само по себе является весьма-весьма серьезным проявлением психической дестабилизации человека. У вас наблюдаются признаки прокрастинации, что также является достаточно серьезной проблемой. И это напрямую связано с тем, как вы себя воспринимаете, как организован ваш отдых, насколько вы умеете отдыхать, насколько хорошо вы проводите свой досуг, и как качественно вы умеете, можете регрессировать. Регрессия – это означает временное расслабление. То есть я временно расслабляюсь, мне позволяют расслабляться, потом я набираю сил и как бы снова иду в бой. Снова иду в... Снова иду достигать своих целей каких-то. Вот. То есть это вот то, что можно сказать по первому впечатлению о вашем тексте. Далее. Ну, тем, того, что мне 19 лет, и я учтусь на первом курсе университета. И здесь я с проблемой, если не могу себя заставить учиться, дело доходит до крайней точки. Долгие весят, а я очень приводив и переживаю, все равно не могу приступить к ним. Ну, давайте начнем с вами мы с самого начала. Вы поступили в университет для чего? Вот. Что заставило вас поступить в университет? Если учиться, то на кого? Если, допустим, на что-то, связанное с химией, как вы вот, писать, писать. то насколько это вам нравится, насколько это соответствует вашему представлению о том, чем вы должны заниматься. Если это не соответствует вашим представлениям о том, чем вы должны заниматься, то зачем вы этим занимаетесь, чьи мотивы вы реализуете, И самое главное, когда вы реализуете чужие мотивы, что происходит с вашими мотивами, с вашими собственными мотивами. Ну вот, я полагаю, что это самый главный момент именно здесь. Потому что, ну, согласитесь, если бы вам было интересно учиться, если бы вы испытывали живой интерес к тому, что вы делаете, ну, наверное, у вас не было бы проблем с мотивацией учиться. А так вы, значит, переживаете, вы приводитесь, но не можете к ним приступить. Почему? Потому что боитесь. Боитесь чего? Боитесь того, что, например, ну, допустим, завалите экзамен. Да, допустим. Предположим, что вы боитесь завалить экзамены, но в таком случае, если вы боитесь завалить экзамен, то вы завалите сами себе. То есть единственным мерилом, единственным оценочным критерием того, что происходит в вашей жизни сейчас, слушайте вы. Но вы боитесь, значит, вы боитесь чего-то другого. Вы приводите, что не можете приступить к ним из-за того, какую ассоциативную нагрузку несет для вас, вот эти, несут для вас вот эти долги. И вот именно с ассоциативной нагрузкой этих долгов я и предлагаю вам разобрать, я предлагаю подумать, с чем они у вас ассоциируются. Я быстро устаю, хотя ничего особо не делаю. Склю по 10 часов, все равно не чувствую бодрости. Ну, это скорее медицина, хотя, может быть, и признаки депрессии, но это нужно диагностировать врачом. Таких терапевт. Также я переедаю, ем, пока живота, тяжести болеть не начинают. А зачем вы переедаете? Для чего вы это делаете? Конкретно вы и зачем? Какую цель преследуете? Переедаю. Будто вы, убегая от проблем, пока ем, но удовлетворение в итоге все равно не получаем. Смотрите, здесь ситуация какая? Если вы переедаете, то еда это эндорфин. Вам не хватает эндорфином. Эндорфин человек получает от всей жизни, а второй сход он занимается тем, что ему нравится. Если вы не занимаетесь тем, что вам нравится, то, соответственно, это опять же проблема с мотивацией. Про мотивацию и про проблемы, связанные с ней, вы можете почитать в моем блоге, у меня в профиле есть блог на эту тему. Меня бесят, значит, меня бесят, значит, меня бесят, значит, меня бесят свои одногруппники. Почему бесят? Почему бесят? Если вы видите что-то, связанное с своим удовольствием, например, специальный статус, например, успешность, например, что-то еще в этом роде, то, естественно, у вас будет возникать злость, потому что, ну, вас как бы разлучает с объектом удовольствия, да, который для вас становится недоступным. Нужно только понять, почему так происходит, то есть, какого именно удовольствия вы себя лишаете или одногруппники вас лишают по вашему мнению. Хочется закрыться в комнате, живу в общежитии и никогда не выходить. Здесь у нас нависло социофобия, ну, то есть, проявление социофобия, страх общества. Соответственно, страх общества, то есть, непринятие других людей, это всегда непринятие себя, так или нет. И вопрос, на мой взгляд, стоит таким образом. Почему я себя не принимаю? Почему я не могу себя принять? Да, вот что мешает мне, значит, себя принять? Что мешает? Опять же, то, что вам не мешает себя принять, это может быть связано с довольно большим количеством факторов, например, это отношение в семье или какие-то негативные проявления, ну, негативный опыт, скажем так, взаимодействия. То есть, взаимодействие с вашим окружением, например, негативный опыт, скажем так, негативный опыт, например, взаимодействия с вашими, допустим, друзьями, с вашими теми-то однокрупниками, например, да, и так далее. То есть, есть для этого определенные предпосылки, да, важно только эти предпосылки понять. Важно только определить, какую именно нагрузку они для вас несут, вот эти самые предпосылки. Потому что пока, исходя из того, что вы пишете, можно сделать только вывод о том, что у вас есть, ну, определенные проблемы в коммуникации. То есть, вы недостаточно хорошо коммуницируете с обществом. Вот. Но я полагаю, что это все вполне поправимо, это все вполне решается. Главное, чтобы у вас было желание это делать. Главное, чтобы у вас было стремление, желание это что-то поменять. И, в общем-то, проблем никаких, я полагаю, не будет. Вот. Значит, далее. То, что вы пишете. Дри последних дня лежала, значит, на кровати, смотря YouTube. Боялась ко мне в комнате кто-то постучить. Почему? Скорее всего, вы боитесь, скажем так, наказания. Наказания за то, что вы, допустим, ничего не делаете. Да? Скорее всего, вы боитесь, что вас, допустим, будут осуждать. Осуждать за то, что вы делаете. Осуждать вас будут, например, за то, что вы, наоборот, ничего не делаете. То есть, вот, момент здесь и именно такой. Опять же, опять же, вопрос, чего вы боитесь. Далее, значит, так. Сейчас начинаю ходить на учебу, так как очень боюсь последствий. Почему вы боитесь последствий? Почему вы так сильно боитесь, например, потерять учебу? Ну, если она вам не нравится, то вполне нормально, что вы не хотите ей, допустим, заниматься. Это, в общем-то, вполне нормальная реакция, да, вот, на то, что человеку не нравится то, что он делает. И он, соответственно, не проявляет должного рвения к своей, вот, к своему роду деятельности. Почему же вы боитесь последствий, понимаете? Конечно, это вот, на мой взгляд, ну, довольно, довольно такой важный момент, мне видеться, это довольно важный момент, потому что, потому что, потому что вес этого момента сложно будет сказать, что действительно вас волнует и по какой причине вы действительно переживаете. Опять же, переживаете вы кризис мотивации, да. Далее, так, значит, так как очень боюсь последствий. В 10-м, 11-м классе я ходила на реквизитовство по химии. Помогите много задавали, но я хорошо отдал экзамены. Правда, после этого, будто мои ресурсы исчерпаны. Вы экзамены сдавали по какой причине, вот, ну, так реально, зачем вы ходили, зачем вы ходили на химию, тем более, для чего и к репетитору по химии. Вот, для чего вы это делали, с какой целью. Это была чья инициатива ваша или инициатива ваших, например, родителей. Тут очень важный момент, дело в том, что, видите ли, если это инициатива ваших, то это одно. Если инициатива родителей, это на самом деле совсем другое, потому что вполне возможно, что вопрос мне дали отдохнуть, либо у вас из-за этого происшествия закрепилось на уровне подсознания, может быть, даже то, что учеба – это что-то очень негативное, трудное, тяжелое и очень выматывающее, а самое главное, что, ну, вместе со страхом провалить экзамены, вы приобрели и неуверенность в себе, и вот эта неуверенность в себе, она, если я брат, вам сейчас и не дает, как раз таки, заниматься тем, что вы делаете, то есть, по сути дела, обучаться, вот, то есть вам, может быть, надо было несколько год отдохнуть после учебы, но, опять же, скорее всего, вам этого никто не дам, и вновь мы говорим про мотивационную сферу, вот, вновь мы говорим про то, что действительно интересно и важно вам, а что интересно другим людям. Так, я превратился в безвольное существо. Почему? Потому что на вас давят другие мотивы, да, поэтому вы превратились в безвольное существо. Практику скажите, что со мной. Я просто лентяй, который ищет отговорки или мне нужно поработать с психологом. Вам нужно поработать с психологом в любом случае, потому что у вас самооценка, мотивационное поле, первые признаки булимии, а также проявления социофобии заставляют думать, что проблема все-таки, по большому счету, психологическая и, скорее всего, она связана именно с вашими родителями, как они вам преподносили учебу именно. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...